Рустам приехал на охоту на утку. Видите какой он сосредоточенный партизан. Там устанавливается манная утка. Вон она лодка. Начала мыться. Только лимата работает. В точку, да? Не хотелось. Вон справа селезница. Ну подожди, он на разведку прилетел. Он налетел на нее. Ну вот уступило лето. Вот Рустам приехал с рыбалки. Они поймали линей, карасей. А ты мыл руки? Он всегда должен обрабатывать односолодовым виски. Это по таежному у нас так. Да. Дымным причем. Должен всегда обработать. Обработать. А аромат какой. А он хорошо через руки впитывается. Да. Можно вообще не пить. Да. Вот Рустам делает уже судака по-иртышски. Но не ленивый, как он собирался. Потому что он не может себе позволить блюдо делать ленивое. Все-таки его надо делать качественно. То есть у него специальный рецепт соус. Ну вот то, что я заметил. Он еще сыр. Специальный. Заточенный. Вот там у него в сковородке уже выложено днище. Слоями все это укладывается. Закручиваем рульки. И выкладываем вот так. Здесь. Угу. Готовим. Готовим судака по-чулымски. Мы усовершенствовали рецепт. Во-первых, в сковородке готовится как по-иртышски судак. Но есть изменения и самое главное сверху слой картошки. Она будет аль денте. Мы сейчас сначала дадим, чтобы лук пожарился. Прямо до корочки снизу дал аромат. Потом закроем крышкой протомиться. Потом добавим сливки и сметану, ребята. И все. И вот все будут на коленях стоять добавку просить. Ну еще, по-моему, здесь главный ингредиент есть. Сыр, который был выморожен в год. Да. Он созрел в морозилке. Да. И медведь его не смог съесть. И медведь даже не стал его есть. Закрыл. Шкварчит очень приятно. А запах? Ну вот, судак по-чулымски готов. Очень пропащее блюдо. Потому что сейчас оно очень быстро пропадет со стола. Мы его кушаем. Очень вкусно. Очень. Мы его продегустировали. Дегустатор толстов. Ютуб-канал. Подписывайтесь. Комментируйте. И ставьте лайки. Обязательно комментируйте. А вот это волшебник, который сотворил это чудо. Поехали. Подписывайтесь на наш канал. Поехали. Поехали. Поехали.